Здравствуйте! У нас почти закончился семинар, но мы продлили его. Я очень благодарен за то, что так много вас участвует. Давайте вместе с вами прочитаем слово. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. И был человек, хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемыми красными, просить милостыню входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали, «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени. И, вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя, и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога. И узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни, и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. По 10 стих прочитали. Проводя семинар, знаете, за что я больше благодарю? То, что Господь дал нам в сердце. И в это сердце, если попадает тьма, тогда человек становится темным. Но если в это сердце вложить свет, тогда человек становится очень светлым. Если в это сердце человека вложить греховную душу, тогда какой бы он красивым и добрым не был, он грешник. И если в сердце вложить душу Иисуса, тогда кто бы это ни был, он имеет сердце Иисуса. Знаете, это было давным-давно, мне написали письмо. Пастор, я жил на протяжении 16 лет в тюрьме. Меня приговорили к смерти, но теперь сократили мое пребывание в колонии до пожизненного заключения. Но потом за ним смиловались и отпустили его через 16 лет. Он написал мне письмо. Пастор, я очень хочу поехать к вам. Вы примете ли меня? Хорошо, приезжайте. Этот человек, после 16 лет заключения, он собирался сначала навестить своего отца, но потом изменил свое мнение, решение и приехал ко мне в церковь. Знаете, он рассказал. После того, как он был заключен и приговорен к смерти, его помиловали и отпустили. Но у него, когда он там находился, никто не связался с ним. Знаете, он много раз угрожал начальнику тюрьмы. Я спросил, как такое возможно? Ты же заключенный. Он говорит, если я захочу, то я могу сделать все, что хочу. И я сказал, расскажи, как ты угрожал начальнику колонии? Когда он работал в бойлерной, и там был такой прибор, устроиться, которым нужно было уголь закладывать в бойлер. И потом, вот от этой кочерги угольной, он маленький кусочек взял. И после этого он вложил туда в горячую печь, и оно покраснело. И потом он так сделал, начал ломать, ломать, и потом 10 сантиметров отломалось. И потом это закопал в землю. Никто об этом не узнал. И со следующего дня, когда он ходил в бойлерную топить, он начал точить этот кусочек кочерги. И через несколько дней, через некоторое время, это стало очень острым ножом. Потом он... Потом он положил этот нож в карман. И когда он проходил по коридору, он увидел своего ненавистного начальника тюрьмы, тюрьмного надзирателя. И потом он обнял его так. Тогда этот надзиратель спросил, что такое, что ты делаешь? И он прислонил кончик ножа к шее этого надзирателя. Я хочу кое-что сказать. Ты же надзиратель в тюрьме. Но ты очень плохо поступал со мной. Поэтому я не люблю тебя. Я не люблю эту жизнь. Хочу уйти в следующую жизнь. А не хочешь ли ты отправиться со мной? Потому что мне будет одиноко. Тогда надзиратель стал дрожать от страха. Там была свободная камера, пустая. И тогда они зашли туда. Он поднял нож, посадил его на колени и сказал, пригласите сюда начальника тюрьмы. И тогда шум поднялся в тюрьме. Да, этот надзиратель, он не мог избежать смерти. Он сказал, да, всегда кто-то умирает, тогда конец. Что, кто-то умирает дважды? Давай сюда, позовите начальника тюрьмы. И не было пути, чтобы спасти надзирателя от смерти. Всю ночь они исследовали, как можно освободить этого человека. Очень-очень рано, где-то в три часа ночи. Тогда 30 человек, они положили большое бревно на плечи и начали бить по двери. Дверь отломалась. И некоторые, двое человека, они повредились, но они смогли спасти жизнь надзирателя. После этого, этого человека, никто не мог трогать больше. Так мне тут дадоело. И знаете, один слух пустили по колонии. Сказали, что сюда попал безгрешный человек. И когда он начал узнавать, кто это, прямо он рядом с ним сидел в камере. Он думал, это странный человек. У тебя нет греха? Если нет греха, чего ты тут делаешь в тюрьме? Да, у меня было много грехов, но я получил очищение от всех грехов. Я поверил в Иисуса, и все мои грехи искуплены. Он смотрел, не было ни одного человека, которого он бы боялся. Но когда он услышал такие слова от этого человека, он почувствовал что-то большое. Он потерял и своих членов семьи, свою большую семью. Поэтому ему было очень мучительно в сердце. Но не было способа освободиться от этого. Да, все, если я умру, это конец. Что, я смогу дважды умереть, только один раз я умру, это конец. Я ничего не боюсь. Он так себя вел в тюрьме. Но все же иногда он думал, «Ой, я тоже хочу освободиться от этого греха. Хочу отдохнуть уже. А что мне делать, я не знаю». Но вот этот вот знакомый в тюрьме, он сказал, что он омылся от греха. И потом у него появилось такое в сердце, «Я тоже хочу получить очищение. Я уже устал от этого. Хочу освободиться. Я хочу получить свободу». Тогда он спросил, «А как ты получил прощение грехов?» Он рассказывал так подробно. Он в жизни ни разу не пришел даже к дверям церкви. Он даже не видел, как выглядит Библия. Но он, когда слышал, он думал, «Вроде бы понятно, но ничего не понимал». А не можешь рассказать мне еще раз? Еще раз он повторил. Этот человек, он вообще даже не имел никакого интереса. Он не знал, кто такой Иисус. А духовная жизнь ничего не знал. Но он не понимал, что он говорит. Но этот человек, который находится в одной тюрьме с ним, он выглядит очень счастливым, чистым. Он радуется о том, что он получил прощение грехов. Но этот человек, он все время мучился от греха и думал, «Ну все, мне нужно умирать. Что, я дважды смогу умереть? Я смогу умереть, и все закончится». Он сходил с ума от этого. «Я тоже хочу получить прощение греха». Но он ничего не понимал, что тот человек объяснял ему. Да, он впервые вот в таком состоянии находился. «Я тоже хочу освободиться от этого греха». «Ой, хорошо, если Иисус мог очистить и мой грех». Еще раз, пожалуйста, прости, но еще раз объясни мне. Сколько этот человек не объяснял ему. Он не понимал. Поэтому это его разрывало. «Я даже сейчас, если я умру, все равно хорошо. Только если бы я получил спасение от грехов». И тогда он, тот человек, который объяснял, говорит, «Ой, как ребенок, ничего не понимает». Потом он достал книгу. Это была книга, которую я написал, «Как я стал освободен от греха». И после обеда он начал читать эту книгу. Потом он сидел, читал, и солнце село, настал вечер. И один за другим все начали ложиться спать. А он читал внимательно, потому что он смотрел, как можно очиститься от греха. Он продолжал читать книгу. Но что-то непонятно ему стало. Что же это значит? Что это значит? Сколько бы он не думал, не понимая, что это значит. Ой, прости, прости, прости. Ой, я же сейчас сплю. Ну, прости, прости меня, прости. Что это значит? Или давай завтра тебе скажу. Ну, пожалуйста, прости, прости. И потом, ааа, ну вот это же вот это значит. И потом он снова засыпать начал. О, прости, прости, хорошо. Потом прочитал читать. Потом два, три раза, три раза он спрашивал. Читал это слово. И потом его книга начала захватывать. И потом что-то включилось в его голове. В своем сердце он почувствовал, я тоже очищен от греха крови Иисуса. Ааа, я тоже получил прощение грехов. Я получил прощение от грехов. Он был очень счастлив, как будто бы он с ума сошел. То плакал, то смеялся. И через три месяца, когда ему нужно было уже выходить на свободу, он позвонил отцу. И также он написал ему письмо. Отец вот такого, такого числа, я выхожу на свободу. Так же он написал своим друзьям. Давайте я встречусь с вами, когда приду на свободу. Потом он начал думать. Но он находился 16 лет, потому что, поэтому он не мог грешить, потому что он находится в заключении. Но когда он получил прощение грехов, потом он выйдет, и он подумал, что я вернусь снова. Если я вернусь к себе на родину, встречусь со своими друзьями, если мы выпьем по рюмочке алкоголя, тогда я снова смогу грешить и вернусь сюда. Были самые добрые три человека, которые сидели вместе с ним. Это буддист, христианский лидер и католический лидер. Они жили, как будто ангелы. Но когда они омыли свои руки и вышли на свободу чистыми, они через некоторое время вернулись вновь в колонию. Но я здесь просидел целых 16 лет и теперь выхожу на свободу. И когда я приду, поклонюсь отцу, потом встречусь со своими друзьями, мы выпьем, и я точно вернусь сюда. Я не хочу больше приходить в это ужасное место, как тюрьма. но все, даже самые добрые люди выходят, потом возвращаются. Ему казалось, что если он выйдет, тогда он снова вернется и будет жить снова всю жизнь. Что мне нужно делать? Знаете, что он почувствовал в своем сердце? то, что он не сможет удержаться от того, чтобы согрешить и вернуться вновь. Кто-то должен мне помочь. Он не ходил никогда в церковь, поэтому он не знал, от кого можно получить помощь. Но когда он читал книгу, он увидел мой адрес на книге, и написал мне письмо. Пастор, я жил здесь 16 лет, в тюрьме. И такого-то числа я освобождаюсь. Пастор, я хочу поехать к вам. Вы примите меня? Приезжайте. Он приехал в нашу церковь. Он не с одним другом. Даже с отцом он не встретился. И я дал ему пустую комнату для жизни. Я сказал, просто живи здесь. И после этого он жил один год в церкви. Он был очень счастлив, когда жил в церкви. Когда вставал рано утром. у нас много в церкви было туалетов. Он все вытирал, все мыл, унитазы, наводил порядок, выбрасывал мусор. Ой, уже один месяц, а я не вернулся в тюрьму. Уже три месяца прошло, как я освободился и не вернулся туда. Уже я должен был вернуться туда снова. Уже шесть месяцев прошло, и я не вернулся в тюрьму. Уже целый год, а я еще до сих пор не в тюрьме. Пока он находился в нашей церкви. Он был очень счастлив на протяжении одного года. он был очень драгоценным молодым. И потом он поступил в миссионерскую школу в нашей церкви. Потом закончил. Закончил учебу в миссионерской школе и стал пастором. Тогда он познакомился с девушкой хорошей, и они поженились. он был очень-очень счастлив. Знаете, чем он занимается? Он поехал в Кению. Он поехал в Кению и встретился там с начальником тюрьмы. И он попросил, позвольте мне, я буду обучать ваших заключенных Библии. Но, знаете, совершенно по-другому было так, как он когда он читал лекцию там, он говорил совершенно по-другому не так, как до этого. Вы думаете, что если вы выйдете, вы потом постарайтесь и вы не вернетесь. Ни в коем случае так не будет вашей силой. Это невозможно. Я это очень хорошо знаю. Да, и он говорил реально, потому что он сам испытал это в своей жизни. И когда пасторы другие приходят и читают лекции по Библии в колонии, в основном большинство спят. Но когда два часа он говорил, четыре часа он говорил с ними, они все очень хорошо слушали. И тогда что он сделал? Он открыл миссионерскую школу прямо внутри колонии. Тогда эти заключенные получили изменения, они получили прощение грехов. Очень много людей получили большое изменение. и те люди есть, которые заключены пожизненно, они не могут выйти на своду никогда. Когда он учил их прощению грехов, когда они изменения получили, он провел ракоположение и сделал их пасторами. тогда этот человек, который имеет пожизненно заключение, он уже пастор. Но обычно они такие, живут там просто всю жизнь по законам тюрьмы, но они совершенно изменились, они стали проповедниками. И потом в основном большинство колоний в Кении сделали миссионерскую школу и церкви. Миссионеры из нашей «Гунюс Мишон», миссия «Благая Весть», они приходят, читают лекции. В десятках тюрем в Кении там сейчас теологические школы. Тогда теперь мы встречаемся и встречаемся с пасторами, обсуждаем, как наставлять дальше, потом в Танзании. Дальше, в других странах мы начали проводить такую деятельность и открывать миссионерские школы. когда появились миссионерские школы, тогда совершенно изменилась атмосфера в самой колонии и количество преступлений внутри очень уменьшилось. все люди изменяются, которые выходят на субботу. Тогда написали об этом в газете. Тогда из соседних стран они тоже приглашают и открывают миссионерскую школу в своих тюрьмах. да, может быть, вера в Иисусе это что читать Библию, молиться, ходить на служение, да, это есть частью веры в Иисуса. Но если мы начинаем духовную жизнь и обнаруживаем сердце Иисуса, что мы впервые ощущаем? То, что я отличаюсь от Иисуса очень сильно. причина, по которой я совершаю грех, это потому, что в моем сердце много мыслей. Хотя я говорил вам ранее, но почему прелюбодейка совершила прелюбодеяние? Многие люди говорят, что это из-за похоти в ее сердце, но это не так. Нет практически таких людей, которые именно из-за этого совершают прелюбодеяние. не только потому, что у нее похоть появилась. Из-за того, что во времена Иисуса людей должны были побивать камнями из-за прелюбодеяния. Поэтому не просто из-за похоти они прелюбодействовали, а кто же? Те, которые доверяли себе. Если я совершаю прелюбодеяние, никто не заметит. Да, я не ошибаюсь, точно, меня не словят. Но эту женщину словили. Почему она прелюбодействовала? Она знала, что ее побьют камнями, если словят. Сколько бы ни было похоти, но если бы она знала, а, меня словят, ты побьют камнями, это она бы сделала прелюбодеяние? Нет. Да, люди знают, если я буду сделать так, никто не узнает, я не попадусь, точно. Люди прелюбодействуют те, которые доверяют себе. Но потом они приходят к смерти от камней. Хотя я долгое время вел духовную жизнь. До того, как я встретил Иисуса, я понял, что результат моих мыслей это погибель. девятнадцать лет я посмотрел на себя. Я был грязный, я был злой. Я такой был недостойный человек. Если я буду следить за своими мыслями, я погибну. И таким образом я встретился с Иисусом. Я встретился с Иисусом. И чем я больше читал Библию, я видел, что мои мысли очень отличаются от сердца Иисуса. Вчера я говорил вам о женщине взятой прелюбодеянии. Эта женщина была взята на месте прелюбодеяния. Она думала, а, если даже я прелюбодействую, меня никто не словит. А какая же душа была у Иисуса? Когда книжники и парисеи спросили Иисуса, учитель, эта женщина была взята прелюбодеянии, а в законе Моисея написано, чтобы побивать таких камнями, ты что скажешь? Иисус продолжал писать перед сутом на земле, и потом встал и сказал, кто из вас без греха первый бросит на нее камень? Тогда они все очень удивились. Я жил в ограничении моих мыслях. Я доверял только своим мыслям. И я пришел по своим мыслям то, что меня должны повить камнями. Как же у него в душе есть такое сердце? Он отправил всех, чтобы они не смогли бросить камни. Он освободил меня. Почему у меня не было такого сердца? Я тоже хочу иметь такое сердце, как у него. Да, женщина сердца изменилась именно таким образом. Я принял решение, а если я буду следоваться по своим мыслям, я приду к погибели. Я узнал об этом очень точно. До тех пор, что бы я не хотел делать, чем я не занимался, во всем потерпел крах. Я был грязный, лживый и очень злой. Я ненавидел себя. И когда я встретился с Иисусом, когда я слышал голос Иисуса, который говорил ко мне, я увидел его сердце. в тот день я выбросил все свои мысли. Я очень точно понял, что если я буду следовать по своим мыслям, я провалюсь. Поэтому я выбросил свои мысли. И потом сердце Иисуса вошло в мое сердце. да, я согрешил и непременно я грешником был. Я не дважды или не трижды согрешил. Я очень много согрешил и я был очень грязным грешником. я тоже хотел стать чистым человеком. Я хотел стать теплее, чем другие. Я хотел стать хорошим человеком. Но в моем сердце я видел, что я не такой человек. Я видел, что я очень грязный, что я очень подлый, лживый. Когда я открывал свои уста, только ложь выходила. И после этого я освободился от своих мыслей. И только принадлежение принимать слово Иисуса. Я смотрел, да, я грешник. Я много воровал, я много обманывал. Да. Я был таким. Но Библия говорит... Что говорит Библия? Иисус говорит мне, что я праведный. Нет. Как я могу быть праведным? Я грязный, я злой. Но если Иисус говорит, что я праведный, тогда правильно то, что я праведный. Если Иисус сказал, что я святой, значит, это правда так? На сегодняшний день многие христиане говорят, что сколько бы Иисус не говорил, что я праведный, я грешник. Иисус спас наши грехи, но все равно я грешник. Это очень просто. Они просто верят в свои мысли. Я много грешил, я очень грязный и злой человек. Да, я злой человек. Я хотел стать чистым. Но я видел, что мои мысли очень грязные. А Иисус сказал мне, что я праведный. Кремлянам 4 глава 25 стих, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Иисус сказал, что я оправдан. В 24 стихе Кремлян 3 главы получая оправдание даром по благодати его искуплением во Христе Иисусе. Бог сказал, что я праведный. кто знает лучше судья или я? Точно я грешник, это правильно. Но слово Господа, которое является судьей, оно сказало, что я праведный. Почему? Потому что Иисус искупил меня. Иисус очистил все мои грехи. да, может быть, наша духовная жизнь это теория, но я не теоретический человек. Иисус не теоретический человек. Если Он очистил наши грехи, Он говорит, что я праведный. Нет, я грешник. Нет, я грешник. Я так говорил. Я мог победить все, но я не мог победить слово, которое говорит Библия. у меня было куча мыслей о том, что я грешник, которые поднимались из моего сердца. Да, я грешник. Я много поступил плохо. Я грязный. А Бог говорит, что я праведный. Иисус говорит, я праведный. Как я могу победить Иисуса? Да, поэтому я сдался перед Иисусом. Иисус, у меня много грехов. Но если Иисус, ты говоришь, что я праведный, значит, я праведный. Не потому, что я не согрешил, я праведный. Потому, что я поверил в Иисуса, который назвал меня праведным. И я выбросил все свои мысли, которые говорили, что я грешник. С того момента я начал читать Библию. Я выбросил все свои мысли. Я начал принимать одно за другим Слово Иисуса. А в чем же проблема? С снова я совершаю плохо. да, конечно, после этого я практически не обманывал. Но бывали такие моменты, когда я бывало, что согрешил. да, я обманывал, но я изменился совершенно до неузнаваемости. Да, было такое, что я, веря в Иисуса, последовал за своей плотью. Но в чем же проблема? А, до тех пор я думал, что я грешник. А в Библии Иисус говорит, что я праведный. да, все время я читал Библию, конечно. Очень подробно написано в Левите и также к евреям о смерти Иисуса. Написано, что Иисус совершил вечное искупление. 9 глава к евреям 11 стих Но Христос первосвященник будущих благ, придя с большей совершеннейшей скинею нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел в освятилище и приобрел вечное искупление. Да, мне кажется, я тысячи, десятки тысяч раз говорил об этом. Как бы я плохо помнил, но это слово я выучил на память. Да, уже я с возраста начинаю терять память. Но это как сокровище и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел в освятилище и приобрел вечное искупление. Он поднялся во святое святых на небесах. Там все вечное. И там он очистил мои грехи навсегда, навечно. по сей то воле освящены мы единократно принесем тело Иисуса Христа. Десятая глава к евреям, первый стих. Закон имеет день будущих благ, а не самый образ вещей одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Но Иисус совершил вечное искупление. И Он сказал, будет ожидать, когда враги лягут в подножье ног Его. Одним приношением Он навсегда сделался совершенными освящаемых. И дальше написано, А все свидетельствует нам и Дух Святой и Восказан. Вот завет, который завершаем после тех дней, который говорит Господь. Да, я повторяю об этом очень много. Я был очень удивлен. Мы говорили с вами о дни пророке Еремии, 31 глава, 31, 32, 33, 34 стихи. 31, 33, 34 стихи, они дублируются также в 10 главе послания к евреям. Вот наступает дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и домом Иуды новый завет. Не такой завет, который я заключил с отцами их тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Господь сказал, что заключить с нами новый завет. Однажды он дал закон, который, если мы исполняем, получаем благословение, а если нет, проклятие. Но все люди без исключения получили только проклятие, потому что не могли исполнить закон. Но Господь поставил новый завет, который спасает нас от греха. И Он сказал, напишу, вложу закон Мой во внутренний стих и на сердцах их, напишу его. А Господь в моем сердце также написал Свой закон. И Он сказал, что будет знать Меня и от малого до большого. Все будут знать Меня. Говорит Господь, потому что я прощу беззакония их, грехов и уже не воспомину более. Мое сердце, которое было заполнено грехами, слово Иисуса вошло в мое сердце. Бог сказал, что я праведный. Бог сказал, что я святой. Бог сказал, что Он не осуждает Меня. Поэтому мир моих мыслей, которые есть в моем сердце, и мир мыслей Иисуса очень отличается. когда женщина прелюбодейка смотрела, как Он может так говорить слово? У меня не было способа остаться в живых после прелюбодеяния. А Иисус, Он имеет огромную мудрость, которую мы не понимаем. Да, был очень мудрый. Все люди держали камни и уже собирались бросить на эту женщину свой камень. А Иисус писал перстом на земле. Знаете, почему Он писал перстом на земле? Потому что написано Еремия 31 стих, 31 глава 31 стих. Заключусь дом Израиля Новый Завет. Первый написано, что Он напишет на скрижале и второй это на наших скрижалях сердца. И второй закон Господь написал на земле перстом Иисуса. Когда первый закон был, первый завет, тогда мы не могли избежать проклятия. О чем говорит второй завет? Написано так, говорит Господь, потому что Я прощу беззаконие их и грехов их уже не воспоминут более. Второй завет заключается в том, что не мы сами прощаемся и грехи, а написано так, что Я прощу беззаконие их и грехов их уже не воспоминут более. Господь сказал, что Он прощает наши грехи и сказал, что Он не вспомнит наши грехи. Поэтому совершенно разные противоположные мысли у меня и у Бога. В 1962 году я опустошил сердце от своих мыслей полностью. Я принял слово Иисуса в свое сердце. Я принял его своим господином. Да, не понимаю, это мои уши, мой нос, мой рот, мое тело. Да, я грязный человек по имени Оксупак. Но с того момента я перестал доверять своим мыслям. Да, из меня поднимаются мои мысли, но я отвергаю их. Я не верю им. Я верю в слово Иисуса. И я начал принимать то, что говорит мне Дух Святой через слово. Если человек изменяет свое сердце, так вся жизнь и меняется. После того, как я выбросил свое сердце и принял сердце Иисуса, с того момента я видел, как Иисус живет во мне и Он действует. Когда я думаю, я вижу, что это очень большая благодать и милость Его, я очень благодарю. Женщина прелюбодейка, она думала, я прелюбодействую, но меня не словят. Она доверяла своим мыслям, своим силам. Она думала, ой, меня не словят, я не попадусь, но она попалась. Она почувствовала, насколько она была неправа, когда думала так. Я верил в свои мысли. Я верил в свою мудрость. И результат моих мыслей это то, что меня должны побить камнями. Именно в тот момент эта женщина встретилась с Иисусом. И когда она слышала слово Иисуса, она увидела, какое оно мудрое. Да, я непременно должна умереть от камней. Но это слово, оно опустило все камни на землю. И оно выгнало всех людей, которые хотели обвинить ее и побить. Они держали за волосы. Они вытащили ее и говорили, ты грязная. Они плевались на нее. Они ее били ногами. Они толкали. Вот такие люди. Люди, которые хотели убить и обзывали ее грязной. когда они слышали слово Иисуса, они опустили камни и все ушли. Почему же у меня такой мудрости не было? Если бы я жила по такой мудрости, тогда бы я не прелюбодействовала. Если бы эту мудрость я приняла в свое сердце, тогда бы такой проблемы у меня не получилось. Эта женщина впервые увидев мудрость Иисуса очень удивилась. Эта мудрость была очень драгоценной, благодарной и святой. мудрость Иисуса отправила всех вон. тогда Он сказал женщине «Где обвинители твои? Никто не осудил тебя?» Тогда женщина подняла свою голову «Никого не было вокруг? Нет, Господи!» Тогда Иисус сказал «И Я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Каждое слово Иисуса казалось как будто славная песня. «Все растаяло». Это растопило ее сердце. И оно растопило сердце всех людей, которые хотели побить ее камнями. Оно отправило их домой. «Когда вернулась к себе домой, ее сердце горело. Они хотели вернуться, они хотели убить меня. Они меня били ногами, они об меня плевали. из-за чего Он возлюбил меня вот так. Все люди говорят, что я грязная. А тот, который возлюбил меня, он, который имел мудрость, мудрость». Но эта женщина, не знав этой мудрости, она думала, что она имеет великие мысли, что она очень хорошая. Но теперь ее сердце наполнилось Иисусом. Возвращаясь домой, она вспоминала лицо Иисуса. Почему Он возлюбил такую, как я? Я такая недостойная, даже если меня побили камнями. Но такую грязную, как я, Иисус возлюбил. Почему Он спас меня? Я бесполезный человек, Он спас меня. Я должна была умереть. Почему Он любит меня такую грязную? в сердце этой женщины она уже больше не могла ничего положить, кроме сердца Иисуса. на каждом шагу, когда она шла домой, она вспоминала Иисуса. Открыв свою дверь, а именно благодаря Иисусу я могу возвращаться к себе домой. домой. А, теперь я могу свое уставшее тело положить свою голову на подушку и отдохнуть. Я очень благодарю. Я очень Его благодарю. Я рассказывал вам ранее. Да, женщина это как местоимение, потому что история этой женщины, это моя история. Да, я грязный, я очень плохой грешник, который должен пойти в ад и получить проклятие, но Иисус, который спас преступников на кресте, Иисус, который пообещал нам Царство Небесное, Он спас также меня. Я читал о сердце Иисуса каждый раз в Библии. Каждый раз я чувствовал горячее сердце в самом мне. Я читал больше и больше и больше и больше это это слово. Я нигде не мог найти такое слово более. Это согрело мою душу. А, Господь возлюбил таких грязных людей. тем больше я читал душу Бога в Библии. Я не мог не принимать его сердце в свою душу. И это сердце отличалось очень сильно от того сердца, которое имел до 19 лет. Он очень святой. Он любвеобильный. Он очень мудрый. А я был очень глуп. Я был очень глупый. Я был жив. Я был зол. И я такого себя ненавидел. А любовь Господа была очень большой. С того момента Иисус нашел место в моем сердце. Я хорошо знаю. Очень много мыслей поднимается из моего сердца. Это все моя плоть. Это все противится Иисусу от сатаны. Когда я читал Библию, я обнаруживал сердце Иисуса. Я почувствовал Его великую любовь. Я видел Его горячее сердце. Я видел мудрость. Я видел мир Иисуса. Я чувствовал любовь Его. тогда его благодать, его тепло, его любовь изменила мое сердце. Это грязное сердце, которое было у меня до тех пор. Это высокомерие, которое я имел. Это зло, которое имело в своем сердце. ужасное, нечистое сердце, лживое. Я больше не хочу следовать за Ним. Я не хочу больше жить, следуя за Ним. Я хочу освободиться от этого. Я хотел принять сердце Иисуса себе. В мое сердце вошел Иисус и начал трудиться. Пришел покой, который я не имел ранее. Пришла радость, которой у меня не было до сих пор. Я очень благодарил Иисуса. в 2015 году мой отец ушел из жизни. До того, как мой отец умер, я проповедовал ему Евангелие. я так благодарил Господа. Тогда я проживал в городе Тэгу. Но знаете, у нас не было даже места, где принимать моего отца в городе Тэгу. Мы нашли маленькую комнату, чтобы предоставить ему. А в другой комнате мы жили своей семьей. И родилась моя дочь Инсук, потом сын Йонгук. И мой отец, он очень любил своего внука Йонгука. Он часто говорил Вонгука и так Он очень любил своего внука. Мне казалось, что мы во сне. И до того, как он получил прощение грехов, он противился сильно. Но однажды он позвал меня. тогда мы с женой вместе пришли к моему отцу. Когда мой отец лежал, потом он привстал и захотел сесть, но у него также была сильная язва желудка. Тогда он вырвал кровью. Мы были очень удивлены. А вот уже конец пришел моему отцу. Все мы втроем, мой отец, я и жена подумали одинаково. И так как отец так же, он подумал точно так же. И когда мы убрали кровь, которую он вырвал, мы положили отцу. Отец, если ты уйдешь из этой жизни, мы приготовили диктофон для того, чтобы записать твой голос, отец, если мы захотим услышать его после твоей смерти. Отец, если ты хочешь что-то сказать нам, пожалуйста, запиши. Да, я запишу все это на диктофон, и мы будем слушать, когда вспоминать о тебе будем. Долгое время он записывал свое завещание, и он сказал, когда я умру, похороните меня на горах, там, рядом с вашей матерью, и пригласите господина Кима, который переоденет меня для похорон. Я помогал ему с детства, поэтому он не будет брезгливым. Я сказал, отец, если ты уйдешь из жизни, мы сделаем все, так как ты завещал нам, и похороним тебя. Хотя, отец, мы позаботимся о твоем теле, а куда пойдет твой дух после смерти? Тогда мой отец, он глубоко выдохнул, и потом он сказал, он дрожащим голосом сказал, я хочу попасть в царство небесное, но уже слишком поздно. У меня должно быть какое-то достоинство, чтобы попасть туда. да, я очень рад, что я был пастором, и заслуга, которую мы имели, это Иисус. Я очень благодарен был, что я служу пастором, что я могу очень хорошо объяснить это. Отец лежал, и я около двух часов общался с ним и рассказывал, как Иисус умер, и как Иисус очистил нас от грехов, то, что мы праведные. В тот день мой отец получил спасение. И потом мы взяли в аренду машину скорой помощи, чтобы перевезти его на родину в Сан-Сан. И он там прожил, он там родился и прожил свою жизнь. И однажды он проснулся и позвал меня. У меня дочь по имени Ун-Сук. И он, знаете, называл ее Ун-Сук, хотя ее звали Ун-Сук. Он сказал отец Ун-Сук. Да, отец. О, вчера мы ехали, когда на машине скорой помощи, мне было так спокойно и удобно. Я так благодарю Господа. Попробуй исполни гимн. Представляете, я даже и во сне не мог видеть, что мой отец такое скажет. Но он жил после спасения всего лишь три дня. Он очень изменился. Когда он позавтракал, он сказал собрать всех его друзей. теперь благодаря моему сыну отцу Ун-Сук я могу попасть в Царство Небесное. Я зарезервирую для вас хорошие места. Поэтому пообщайтесь с моим сыном отцом Ун-Сук и вы также попадите в Царство Небесное. Я буду вас ждать. я очень рад был, что вы были у меня такие друзья. Давайте мы встретимся в Царстве Небесное, будем там хорошо жить. И на следующем после этого он ушел из жизни. Но целый день все время приходил кто-то в гости, мы были очень заняты. Но когда около 12 часов ночи, когда уже все гости разошлись, мы остались только нашей семьей. Мы находились рядом с отцом. и все время мы там были, и впервые мы вышли за пределы дома. Я увидел, что на небе мерцают звезды. Я так благодарен был Богу, Господь, который спас моего отца. Но знаете, обычно мы договаривались, что мой старший брат будет заботиться о отце, но его жена не очень ладила с моим отцом. Моему старшему брату должно было находиться в Японии шесть месяцев. И тогда знаете, что он сказал? А сможешь ли ты, пока меня не будет заботиться о нашем отце? Да, конечно, брат. Да, хотя у меня не было хороших условий, но я хотел принимать отца в моем доме. Если бы отец не жил с нами, тогда бы он не смог получить спасение. после того, как мой брат уехал в Японию, мы занимались походом в больницу, переливанием крови, я заботился и занимался вопросами наследства. Где-то 4-5 месяцев мы жили вместе. Но больше всего я благодарю за то, что Господь в последнее время спас моего отца. Если бы мы не жили вместе, я думаю, что это было бы невозможным. Я очень молился за то, чтобы мой отец получил спасение. И Господь для этого специально ответил на молитву и привел отца в наш дом. Все печали со смерти отца, но я вообще не печалился. А, мой отец получил спасение! И знаете, я ушел на задний двор и встал на колени. И смотря на одну за другой звезды, Господь, я так благодарю Тебя, что Ты спас моего отца. Я хочу всю жизнь посвятить только Тебе, Господи. Господь, Господь, Ты вел благодать, чтобы спасти всех моих членов семьи. Я был очень благодарен за эту благодать Господа. Сегодня также утром мы проводили собрание с пасторами. Мы обсуждали, как будем проводить сегодняшний день. А точно ли то, что это послание, о котором я говорю, оно достигает 94 страны? Точно ли 800 миллионов слушают трансляцию нашу? А точно ли бесплатно эти телестанции транслируют мою проповедь? Я не мог поверить. Но когда я засыпаю и просыпаюсь снова, в айпеде у меня очень много сообщений. И миссионеры, пасторы, которые служат нашей миссией за границей, они переводят комментарии, которые пишут люди, которые живут в других странах, и посылают мне. И я сказал, позвал мою жену, сказал, почитай. И какой-то пастор, он написал, что он получил прощение грехов. И одна жена пастора длинно написала свидетельство. у меня сердце загорелось. Мы с женой были очень благодарны. И обычно мы планировали до вчерашнего вечера проводить семинар. Но наши пасторы, они сказали, может, давайте продлим на два дня, пастор. Знаете, мне так жалко было, что только два дня. они сказали не два года, не двадцать лет, а всего лишь два дня попросили. Я был очень благодарен, когда я жил по своим мыслям. Когда я говорил, из меня выходило зло, выходило ложь. зло, ложь, эта грязь выходила, и я жил посредством этого. В 16 стихе 10 главы к евреям написано «Изакон, их напишу в мыслях, их». Теперь в моем сердце закон Господа. Иисус живет в моем сердце. Поэтому я такой грязный человек, но могу жить сердцем Иисуса. Знаете, у меня раньше был ленд ровер, такой автомобиль, но один миссионер, он имел этот автомобиль. мы использовали вместе. Но один из пропеллеров, он поломался. Но мы не могли найти такую запчасть в Корее. Поэтому есть представительство ленд-роверов в Сингапуре. так как мы не могли найти здесь есть автомобиль в США под названием Touch. Да, и знаете, очень похоже это запчасти с той машиной скорой помощи США. Да, и знаете, мы немножко подредактировали, немножко обрезали и исправили для того, что я мог использовать в нашем автомобиле. Тогда это было где-то 1969 или 1970 год. но сказали, что если мы в Сингапуре сделаем заказ, тогда нужно отправить деньги, и где-то месяц занимает это по времени. Но на самом деле, если бы здесь, то мы могли приобрести утром, и вечером вы уже привезли. Но мы, оно хотя не совсем подходило, но мы подстроили его и использовали. Но я все время переживал, когда ездил на автомобиле. Именно это пропеллер, когда заводится, когда автомобиль начинает ехать и когда останавливается. Поэтому я все время переживал, должен был быть осторожным. пропеллер через месяц нам пришла та запчасть из Сингапура. И потом мы пошли на СТО и нам поменяли этот пропеллер. пропеллер. И потом я смог очень доверять этому пропеллеру, который был произведен на заводе Лендровера. Мы такие имеем подходящее тело. Но из-за того, что Сатана обманул Адама, мы жили в обмане долгое время. Но после того, как мы встретились с Иисусом, мы оставили свои мысли. И мы принимали то слово, которое говорит Иисус. Тогда ко мне вернулся покой и радость от Иисуса. Сегодня мы с вами читали текст о Петре. Простите, уже все время прошло. Симон Петр, он с Иоаном шел в храм и встретил хромого человека. Иоанн и Иоанн 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 последняя глава. Что написано? Написано о том, как Иисус общается возле моря Галилейского с Петром. Симон Петр, он больше всех любил Иисуса в сердце. Но однажды вечером Иисус сказал, все вы отречетесь от меня. А что сказал Симон Петр? «Даже если ей придется умереть, я не отрекусь от тебя. Ты отречешься до того, как пропеют петух». И потом Иисус пошел в Гефсиманию помолиться. Искариот Иуда привел с собой воинов, чтобы схватить Иисуса. И после этого Петр тоже убежал и взяли Иисуса. Все другие люди убежали. Но Иоанн, ученик Иисуса, он был знан как священник. Он пошел до Каяфис. Он дошел до самого дворца, но он не смог зайти внутрь с Иисусом. И потом позвали Симона Петр Петра. А ты тоже был один из учеников Иисуса. А он сам не понял, он сказал, нет! Тогда какая-то женщина удивилась и прошла. Было очень холодно, они разожгли костер, чтобы немного согреться, и его лицо стало видно, и тогда кто-то еще сказал, о, это тоже ходил с Иисусом. Он сказал, нет! То есть он уже дважды отрехся от Иисуса. И когда он отрехся дважды, пропел петух. Как же петух пьет? Попробуй. Это по-корейски так. Корейцы говорят, что петух говорит кокё кукарику. А знаете в Кудиваре как говорит петух? А в США петухи как поют? А знаете? Да вот так удивительно они говорят как дуду-ду. В любом случае кукарику пропел петух. То есть он увидел, что он отрехся. Поэтому он начал себя бичевать. Из-за того, что он отрехся трижды, он начал иметь большую тьму в сердце. Он очень бичевал себя. И когда Иисус собрался вместе с учениками, через три дня Иисус воскрес. И тогда пошли и проверили, что Иисуса нет в могиле. Тогда они собрались в комнате. И Иисус пришел к ним. Но у Петра пропала сила. Иисус, ты воскрес! он должен так сказать. Но его сердце наполняло осуждение. О, я отрехся от Иисуса трижды. Мне нужно было хоть что-то сказать. О, Иисус, прости, я ошибся. Но из-за того, что это было нехорошее слава, поэтому было очень тяжело сказать это. И потом они провели собрание, Иисус ушел. Петр очень впал в осуждение. Как я могу говорить, что я ученик Иисуса? Какой я апостол? Я трижды отрекся от Иисуса. Нет, я не такой. Ему было очень мучительно. Я хотел даже до смерти дойти, но не отречься. Но я уже отрекся от него. Какой я ученик Иисуса? Нет! Но Иисус воскрес, когда ученики должны были встретиться с Ним и потом свидетельствовать об Его воскресении. И все должны идти и свидетельствовать о том, что Он воскрес. Но Петр не мог так делать. Он размышлял и думал. Да, какой я ученик? Я рыбак. Просто пойду вернусь ловить рыбу. Да, я потерял время просто три года ходил за Иисуса. Я обычный рыбак. Я не могу быть учеником Иисуса. я не такой человек. И Он вернулся ловить рыбу. Турки ученик говорили, Петр, что с тобой? Пойдем с нами, мы должны свидетельствовать. Да, нужно так делать. Но все говорили одинаково. И Он пошел ловить рыбу, но ничего не словил всю ночь. Тогда Иисус пришел к нему. Он сказал, есть ли что вы словили? Нет ничего. Закинь сеть на правую сторону. Когда Он закинул на правую сторону, очень много рыбы наловил. А, это Иисус! тогда Он подбежал. Иисус уже разложил костер, и Он положил рыбу, там хлеб, и Он подготовил еду. Петр вместе с Иисусом позавтракали. После того, как они позавтракали, Иисус спросил, Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Люблю ли Иисуса? Петр думал, люблю ли я Его? Но отчего не мог Петр отречься в своем сердце? То, что он любил Иисуса. Но я отрекся трижды от Иисуса. поэтому очень-очень мучился. Я не ученик Иисуса. Какой я ученик Иисуса? Но Иисус ничего не сказал. Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Когда мы слышим это, Иисуса? Это был факт, то, что Петр любил Иисуса. Точно люблю ли я Иисуса? Я люблю Иисуса? Это факт, от которого Петр не мог отречься. Хотя он отрекся от Иисуса трижды, но это было не истинно его сердце. Хотя он говорил так словами, но в его сердце находилась любовь к Иисусу. Но Петр он не видел эту любовь, которая в глубине находилась. Он видел только то, что сна показывал, то, что он отрекся. Какой я посыл, какой ученик. Я просто пойду вернусь к ловле рыбы. Я просто обычный рыбак. как Сатана сказал Петру тогда? А сколько Сатана говорит вам? Ты спасенный? Ты простился? Ты простил? Твои грехи прощены? Все время Иисус бесконечно Сатана говорит нам. Но Иисус поднял эту любовь, которая находилась в глубине сердца Петра. Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Сколько Петр не думал, хотя он отрекся от Иисуса трижды, но он не мог отречься от того факта, что он на самом деле любит Иисуса в сердце. Ты знаешь, Господи, что я люблю Тебя? Иисус говорит, пойди паси овец моих, паси агнцев моих. Он сказал трижды это. до тех пор Сатана обманывал, какой ты ученик, какой ты апостол, ты предал Иисуса, ты отрекся от Него, но это все отошло. это написано в Евангелии от Иоанна в последней главе. То есть этими словами заканчивается история Евангелия от Иоанна. Он хотел вернуться на море Галилейское и снова вернуться к жизни рыбака. Но Иисус пришел и он нашел эту любовь к Иисусу в сердце Петра и поднял ее из глубины. Спаси агнцев моих. А, я отрекся от Него трижды, но Он поручил мне пасти Его паства. Да, Иисус, спасибо Тебе. Я был обманут сатаной. Я отрекся от Тебя, Господи. Но это была не истинная душа. Я тоже не знал. Поэтому я мучился. Но я верю, что Ты очистил и этот грех на кресте. Теперь я апостол. Вот таким образом Он изменил свое сердце. И сегодня многие люди хотя получают прощение грехов, но они обманут сатаной и говорят у меня не получится. Не получится. Даже проповедники убегают. У меня не получится. У меня не получается. Я пробовал. Но таким людям ходит Иисус и Он возвращает их душу к себе. Петр в день Пятидесятницы получил Духа Святого. Тогда три тысячи людей получили спасение. И когда он встретил человека хромого, он поднял его. Он начал видеть эту силу Иисуса, которая в нем. Он проходя мимо храма увидел сидячего хромого. Он просил деньги. да, но в Петре жил Иисус. Хотя я не могу исцелить этого человека. Но во мне живет Иисус. Он поднимает во мне дух исцелить этого человека. Это не мое сердце. Это сердце Иисуса. Посмотри на меня. Он посмотрел на них. Серебра и золота нет у меня, что имею то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назаре встань и ходи. В тот момент душа Петра и была вместе с душой Иисуса. Закон мой я вложу в мысли их и на сердцах их напишу его. Да, люди жили тысячи лет под властью сатаны в обмане его. Но после того, как мы получили прочнее грехов посредством крови Иисуса, Иисус вкладывает сердце Господа, свое сердце в нас. Теперь мы не будем жить своим сердцем. Но Он сделал так, чтобы мы жили Его мыслями, Его сердцем. Часто я смотрю на себя. Часто из меня поднимаются плотские мысли. Нет, но я распялся Христу. Да, Иисус пошел на распятие вместо меня. теперь во мне живет Иисус Христос. И все время новый дух во мне возбуждает Иисус. Да, иди проповедуй, воспитывай проповедников, учи духовной жизни. Все время Господь ведет меня каждый день. И занимаясь этим 50 лет, я был очень удивлен, что видел, что Иисус действует во мне. Хотя, говорят, мои уста, мои руки работают, хотя, мои слова, но Иисус во мне. Он вкладывает свое сердце в меня. Поэтому, когда я читаю его сердцем Библию, я каждый раз удивляюсь, что это не так, как я читал раньше. Когда я иду, когда я его сердцем проповедую Евангелие, когда я молюсь перед Господом, когда я делаю по душе Иисуса, Иисус очень удивительно действует. Брат Ким Ги Сон. Он был очень страшным преступником, которого никто не принимал. Но теперь он не преступник. Он ангел Господа. Он ездит в разные страны. И он изменил все колонии за границей. Да, он молодее, чем я, хотя это так. Но он очень ценный слуга Господа. В нашей церкви есть очень много служителей, которые подобны Иисусу Христу. Да, этот человек, он не обычный, он Иисус. Уже многие служители стали Иисусом. Их мысли умерли. И один из таких именно Кингисон пастор. Я не мог поверить. Его старшая сестра приехала на его венчание. Он стал пастором. Он стал проповедником и сказал, что он женится. И он сказал, давайте поаплодируем, и пастор Ксупак придет. тогда мне аплодировали. На самом деле Иисус должен получить аплодисменты. Но Он изменил нас. Господь не изменил ваши глаза. Он не изменил ваш нос или уши. Он изменил ваше сердце на свое сердце. Пожалуйста, не живите по своим мыслям. Живите по Слову Господа. Его сердцем выживите. Петр, он отрекся трижды. И он хотел убежать и вернуться к жизни рыбака. Но Иисус сам пришел на Галерейское море и встретился с Петром. также среди наших служителей есть те, которые как Петр убежали. Но когда я встречаюсь и общаюсь с ними, я вижу, что они изменяются, и они становятся снова имеющими силу. Если будут продолжать жить по своим мыслям, это будет очень сложно. Смотря на себя, Петр не мог сказать, что он проповедник. Как он проповедник об Иисусе, если он отрекся от него? Но он встретился с Иисусом. Он выбросил все свои мысли, и он принял слово Иисуса. Наши мысли, они рабы их сатаны, поэтому они не могут показать ничего, кроме зла и лжи. Но Иисус наше сердце наполнил Духом Святым. Поэтому если мы живем Иисусом, мы становимся маленькими Иисусами. Как Иисус действовал. Мы можем исцелять, мы можем выгонять бесов, мы можем проповедовать Евангелие, мы можем направлять людей к прощению грехов. поэтому я хочу прославить Господа. Давайте помолимся. Святой Отец Небесный, мы очень грязные и недостойные люди. Да, у нас не руки и ноги грязные, а именно наши сердца. Мы жили долгое время своим злым. Господь, я благодарю за то, что ты сердце наше изменил на сердце Иисуса. Господь, когда мы обманули сатаной, Господь, мы были очень злые, но когда мы встретились с тобой, мы верим, что ты живешь в нашем сердце. Господь, ты сделал так, что мы освободились от своих мыслей и приняли твое сердце. Благодарим за это драгоценное время. Мы славим тебя, Господь. Господь, ты благослови каждого слушающего слова Твое. Молились во имя Иисуса Христа. Аминь. Христа. 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 Продолжение следует...